Озеро Нечистот. В одном из водоемов в Ривне обнаружили целый букет из бактерий и опасных паразитов. Специалисты категорически запрещают купаться. Более того, если не принять срочных мер, озеро может превратиться в болото. Почему местные власти чистят водоем только на бумаге? Об этом далее в материале. Кишечную палочку специалисты лабораторного центра обнаружили в воде басового кута. Последние годы этот искусственный водоем превратился в настоящий рассадник вредных бактерий и микробов. Мусор, дохлая рыба, канализационные стоки. Но люди все равно там купаются. Сколько живу, столько купаюсь. Дети купаются. Я вот отсюда и вот здесь, в краю постоянно плаваю. Каждый год одной тоже пишут. Что-то может и есть. Одна из причин загрязнения водоема – канализационные стоки. Их сбрасывают жители дорогих коттеджей, которые быстро растут в природоохраняемой зоне. Место чудесное. Вот только когда землю раздавали под застройку, никто не подумал о создании коллектора. Стоки текут в озеро вот по таким трубам, рассказывают местные активисты. Секретарь горсовета признает, водоему присвоен четвертый уровень загрязнения из пяти возможных. А вот как с этим бороться – не знает. Для того, чтобы запомпировать несанкционированные выходы, нужно або опускать достаточно сильно уровень водосховища. Если просто опустить воду, то все может привести до незворотных наследов и перетворить басикузское водосховище просто поступово в болото. Активисты возмущены. Местные власти ничего не делают. В Горсовете оправдывается, мол, второй год подряд разрабатывают комплексную программу. Планы грандиозные, но только на бумаге. Мы хотим фактически строить ряд гидротехнических споруд, начиная от некоторых шлюзов, которые позволят регулировать течию водосховища и речки. Это нужно строить специальные коллекторы. Вот и выходит, пока власти строят планы, как спасать озеро, вода в Басовом куте становится все грязнее. А жители города фактически лишились места отдыха. Анастасия Крылатая, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности – телеканал «Интер» Ривны.